Всех приветствую! Допустим, у вас есть большой дом, большая площадь, квартира, в которой нужно постоянно убираться. У всех есть вот эти такие большие ручные пылесосы старые. Ну все, настало новое время, теперь уборкой занимаются роботы, роботы-пылесосы. Один из них мы сегодня рассмотрим. Это пылесос компании Tesswar, называется модель A1. Умеет делать влажную и сухую уборку, управляется при помощи пульта дистанционного управления и при помощи приложения через Wi-Fi. Ну что, интересная тема. Обожаю роботы-пылесосы, давайте сегодня тестировать. И он сегодня нам будет помогать убирать вот здесь вот эту вот большую всю площадь. Посмотрим, сколько пыли он соберет и грязи. Смотря на коробку от этого пылесоса, можно понять, что он работает с голосовыми ассистентами, но с Google моей лекцией, то есть можно интегрировать в систему умного дома. Также есть приложение через Wi-Fi, можно подключить и им управлять. Это тоже удобно, когда находясь в любой точке мира, ты можешь включиться к себе домой и запустить уборку. Ну и плюс исправить расписание, чтобы тебя там в понедельник, в среду, там в 9 часов утра всегда пылесосил и приезжал обратно. Смотрите, как интересно, значит, больше семейного времени, чем уборки. Да, хозяюшки меня поймут, ну потому что реально раньше у всех уходило очень много времени для того, чтобы в выходной день, например, взять, там присосить всю квартиру или дом. Теперь вообще делать не надо, то есть у нас роботы-пылесосы катаются каждый день и собирают каждый день вот на первом, втором этаже просто по контейнеру грязи. Это чистая правда. Давайте посмотрим на комплектацию. Комплектация, сам робот-пылесос, отдельная насадка для влажной уборки, здесь контейнер для воды, соответственно, сюда она заливается. Дальше у нас смачивается тряпка и он, во-первых, едет, пылесосит, засасывает пыль и сзади он у нас еще протирает. В боевом исполнении все выглядит вот так вот. Вот. Далее у нас четыре счетчики, две запасных, если чего, это расходный материал, который потом можно дозаказать. Зарядное устройство в сеть, оно подключается в док-станцию. Док-станция ставится в любом удобном месте в доме, в квартире и пылесос на ней заряжается, ездит везде, убирается и потом приезжает даже к ней и заряжается автоматически. Сменная тряпочка, которая у нас протирает пульт дистанционного управления. Ну, здесь по нему все должно быть классически понятно. Инструкция на русском языке, сменный фильтр и щеточка для обслуживания, чтобы что-то где-то вытащить и обслужить его. Есть такая сменная насадка, которая у нас позволяет из вот такой системы сделать, можно сказать, турбо-всасывание. То есть здесь щетка вынимается и вставляется только вот такая вот именно всасывалка отдельно. По устройству самого пылесоса. Значит, колесики у нас имеют отличный ход, они резиновые, везде проедет, на любые препятствия сберется. Есть датчики от сваливания, то есть если он пылесосится где-то рядом с лестницей, подъезжая, он понимает, что хопа, здесь обрыв и оттуда не поеду. Колесико, зарядные контакты для док-станции. Здесь у нас все обслуживается, то есть если у нас застрял, намотались волосы, что-то еще, это все можно достать, очистить, прочистить и вставить обратно. На лицевой стороне пылесоса у нас находится бампер, при помощи которого он, конечно, может и не доезжать до препятствия, то есть он понимает, что здесь, например, находится стена, он доезжает ровно до сюда. Либо если он где-то катается там у нас рядом со стулом, ну, соответственно, бампер дотрагивается и он едет в другую сторону. Две механические клавиши, которые у нас включают и отправляют его домой. Здесь у нас контейнер для сбора мусора находится, так вот он вынимается. Внутри вот такой вот фильтр от пыли и здесь еще фильтр как раз такой вот воздушный, чтобы у нас обратно никакая пыль не попадала. Ну, вот, в принципе, и все. Из минусов могу отметить то, что задняя вот эта вот насадка с моющей частью, она у нас крепится на контакты, такие вот пластмассовые, вот видите, вот такие вот зубчики. И вроде все это делается вот так вот просто, но прям что-то пугает меня каждый раз их так вынимать. Это вот единственный минус, который я пока заметил. Для подключения к сети используем инструкцию, наводим, здесь есть удобный QR-код. Для работы робота-пылесоса Tesswar A1 нам потребуется приложение, которое называется Tuya Smart. Заходим сюда, регистрируемся и добавляем новое устройство. Так, ну да. Происходит добавление устройства. Устройство A1 успешно добавлено. Отлично. Что касается самого приложения. Значит, смотрите, здесь у нас есть индикатор о том, что он сейчас заряжается. Сколько у нас минут уборки прошло, его процент заряда сейчас 32, и он заряжается. Выставление режима уборки, сами видите их название. Есть график, это удобно. То есть мы выставляем, что, к примеру, там в 13, к примеру, 00, будем повторять в среду, в четверг, к примеру, там два дня. Вот, и будет приходить уведомление, что робот-пылесос поехал. Да и в принципе и все. И у нас пылесос теперь будет работать по графику. Единственное, пока что они еще не умеют, это залезать по лестнице на второй этаж и спускаться. Поэтому на два этажа надо иметь два робота-пылесоса. Есть такое меню, но оно, видимо, не особо продуманным было. Называется больше, и здесь у нас есть контакт. Здесь можно выставить контакт сильный, либо нормальный. Но оставим нормальный, хотя не знаю даже, что это такое. Ну окей. Из особенностей, кстати, батарейки к пульту дистанционного управления в комплекте не идут. По самому пульту он реально классный, легкий, очень приятно нажимаются клавиши. Вот у них нажатия просто-таки приятные. Вот, хороший пультик. Пылесос поставил на зарядной станции, зарядился. Сейчас у него заряд 76%, и давайте мы включим просто обычный режим уборки. Просто вот нажмем включить. И посмотрим, как он будет кататься, что будет делать, и сколько у него выйдет собрать мусора. Вот так вот, можно сказать, на первом этаже везде. Но площадь большая, где-то в районе 110 квадратов метров. Вот такой первый этаж. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Пока он получается вот в автоматическом режиме, я так понял, он какой-то квадрат себе выделил. Проверил, где границы, чтобы вот здесь вот, наверное, убраться. Сейчас посмотрим, что он делает. Потому что он здесь вот проехал, простукался, уехал туда, проехал там. Что он будет делать дальше? Дальше он вернулся туда, стукнулся об диван, поехал туда-обратно. Про уровень шума. Вот так вот на автоматической уборке, он довольно-таки шумный. То есть, когда ты вот рядом с ним находишься. А, можно еще только больше сделать. То есть, вот, еще мощнее. Это обычный. А, вот так вот, все, понятно. То есть, вот это вот самый, получается, тихий режим. Значит, при достижении 20% заряда, он автоматически возвращается на базу сюда. Сейчас он паркуется, посмотрим, что он собрал у нас. Ну, давай к себе на место. Время зарядки полноценно занимает 4-6 часов. И хватает его, вот, при 100% зарядке, где-то до 100 минут. То есть, смотря, что мы будем делать. Какая будет у нас уборка, где он будет ездить, что он будет вообще делать. Ну, давайте же посмотрим, что он собрал. Сначала, как у нас тут дела снизу обстоят. Так, ну, понятно, что здесь и волосы он собрал. Все, если что, это дело можно все обслужить. Хотя, вот эти вот штучки, они специально предназначены для того, чтобы меньше волос сюда накапливалось. Давайте перевернем, посмотрим на его пылеприемник, что ему удалось собрать. Под этой защитной сеточкой мы обнаруживаем кучу пыли. Это вот пылесос поездил где-то в районе получаса. Собрал здесь на первом этаже. Вы сами понимаете, что такая вот тема происходит каждый день. Каждый день. Класс. Так, давайте пока его, вот так, вручную даже можно его поставить. Все, начинает у нас, вот, начинает заряжаться. Следующим номером мы проверим влажную уборку совместно с обычной сухой. То есть мы его прицепим, и он будет у нас и пылесосить, и протирать за собой еще поверхность. Наполняем емкость для воды, и все. После этого у нас салфеточка сейчас сама начнет смачиваться в некоторых местах. Смотрите, из достоинств этого робота-пылесоса, это, соответственно, конечно, цена. Это подключение через приложение, то есть у него есть Wi-Fi, и мы можем через приложение его полностью настраивать, и им управлять. Еще из плюсов, что есть сухая и влажная уборка. Из минусов, здесь, из-за того, что у нас нет ни камер, ни лазерных датчиков, ну, соответственно, потому что цена, ребят, ты не можешь конкретно ему сказать, что вот выезжай и убирай, к примеру, ту комнату. То есть его нужно либо вручную взять туда, отнести, включить, либо, не знаю, пультом его направить, чтобы туда сам уехал. То есть максимально, на что он способен, это, к примеру, если по расписанию выехать, пропылесосить здесь, и дальше уже, на сколько ему хватит. 20% наступает, он возвращается обратно на базу. И, соответственно, будет плясать всегда от того места, где у вас установлена базовая станция. Потому что если вы установите, конечно, его в гостиной, то он сначала будет убирать здесь, и дальше уже ехать туда. Все мое дело обуславливается ценой. То есть что-то здесь есть, чего-то здесь нет. Смог найти на сайте Озона, сейчас он стоит 9,990. Очень плохое бюджетное решение, особенно, когда есть Wi-Fi и управление через приложение. Насадка сзади установлена, значит, у нас можно сделать так. Режим, как бы, двух уборок, он будет и пылесосить, и протирать. Смотрите. То есть у нас работает мотор на все. И есть один режим, такой, как, можно сказать, эко. Он будет больше протирать. Но при этом все равно внутри щетка работает. Ребят, ну что по итогу? За такие деньги классное бюджетное решение со своими плюсами, со своими минусами. Ссылку на такой робот-пылесос оставлю вам в описании, если хотите поподробнее почитать. С вами был Вя. До новых встреч. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok